здравствуйте ребята начинаем наш урок все готовы все готово мы сейчас не отдыхаем мы работать начинаем и начнем мы наш урок с минутки чистописания прочитайте пословицу мудрым никто не родился а научился о чем эта пословица верно чтобы стать мудрым надо много учиться запишите пословицу в тетради сегодня на уроке вы узнаете о правописании ударных и безударных окончаний имен существительных первого склонения послушайте текст мудрость народа от поколения к поколению передаются через слово слова складываются в стихотворения песни поэмы сказки легенды которые переходят в наследство от одного поколения к другому это наследие называют духовным великие казахские писатели и поэты внесли большой вклад собирая сказки пословицы поговорки загадки казахские песни которые считаются культурным наследием устного народного творчества казахстанская земля бережно хранит духовное богатство о чем этот текст в этом тексте говорится об устном народном творчестве которое народ передает через слово от поколения к поколению прочитайте выделенные слова песни поэмы сказки легенды пословицы поговорки загадки земля что объединяет эти слова верно эти слова относятся к существительным первого склонения просклоняем имена существительные земля и песня и выделим окончание именительный падеж что земля что песня окончание я родительный падеж чего земли чего песни окончание и дательный падеж чему земле чему песни окончание и к винить е вентильный падеж вижу что землю что песню окончание и творительный падеж чем землей чем песней то окончание и Предложный падеж. О чём? О земле. О чём? О песне. Окончание «е». Сделаем вывод. Ударные и безударные окончания имён существительных первого склонения в одном и том же падеже пишутся одинаково. По ударным падежным окончаниям можно проверять написание безударных окончаний имён существительных этого же склонения. Например, о земле. Окончание. О песне. Окончание. Рассмотрим таблицу и определим, в каких падежах окончания имён существительных первого склонения одинаковы. В дательном и в предложном падежах у существительных одинаковые окончания. Окончание «е». Значит, имена существительные первого склонения женского рода и мужского рода имеют одинаковое падежное окончание в дательном и в предложном падежах. Закрепим наши знания. Выполним задание. Вставить окончание имён существительных первого склонения и определить падеж. Сидел на скамейке. Окончание «е». Предложный падеж. Подъехал к речке. Окончание «е». Дательный падеж. Гулял с собакой. Окончание «ой». Творительный падеж. Вспоминал о внучке. Окончание «е». Предложный падеж. Достал из коробки. Окончание «и». Родительный падеж. Варенье из вишни. Окончание «и». Родительный падеж. Шли по тропинке. Окончание «е». Дательный падеж. Посадили осину. Окончание «у». Винительный падеж. Мечтал о книге. Окончание «е». Предложный падеж. Молодцы, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова